Тот бак-бак вот отсюда даже видно будет, потому что крошка работает, вон. Приём. Вон она пошла, здравствуй. Вдруг работал. Ну, ну. О, пойдём. Ну, сейчас пока байком плент не выставит. Вот спокойно. Взять по МП-2 работают. А ну, здесь. Руковый бой. И открыл ТМ-5. Личный состав укрытия наблюдать. Как принял меня? Я понял, да. Понял, я тебя понял. Передавай. Всё, наблюдать и личный состав укрытия. Потому что на противник применяют, помимо стрелкового, оружие, штатное и нештатное, что у них находится на вооружении. Это, в данном случае, ЗУ-23-2. Так называемые прочесывания веерные. Осколочно-фугасными снарядами. И ведётся огонь из БМП-1 по нашим позициям. Для чего это не делают? Ну, очередной провокационный манёвр противника, чтобы вынудить нас ответить. Скорее всего, ротационные мероприятия у противника ещё не закончились, зашли свежие силы. Для того, чтобы выяснить и уточнить наши дежурные огневые точки, дежурные огневые средства, которые мы будем и можем подавить в данном случае. Ну, ваши действия какие? Мои действия, наблюдения, выявления, доклад наверх. В случае необходимости, либо получения команды от моего руководства, всеми имеющимися у меня на вооружении штатными средствами, я в состоянии подавить это. Обстрел не просто в моих позициях, а в направлении населённого пункта, который расположен ниже по балке Судадол. То есть смелые? Ну, получается смелые, да, географически смелые. Вот она свежая. Это то, что к нам до 22 миллиметра, до 152 миллиметра. Это даже не минометы. По своему характеру, по своему мужеству и по своей стойкости сейчас припримут всё, чтобы не допустить провокационных мероприятий. У всех нервы крепкие. Блиндажи и укрытия позволяют пока наблюдать, вести наблюдение и выявлять огневые точки противника. В данном случае сами себя выявили, обнаружили соответствующую корректуру, соответствующие потом в дальнейшем решения свои. По сложившейся боевой обстановке буду применять, опираясь на это. Продолжение следует... Продолжение следует...